26-летняя Айгуль просит не показывать ее лицо. Молодая женщина уверена, что ей и ее двухлетнему ребенку грозит смертельная опасность. Вот уже двое суток она пребывает в ужасе. Мать-одиночка сама снимает двухкомнатную квартиру и, чтобы заработать, сдает одну комнату посуточно. В субботу 20 февраля к ней по объявлению позвонила женщина. Она примерно после шести она мне пришла, посмотрела комнату и сказала, что буду жить здесь неделю и буду тебе оплатить 100 долларов. Я у нее спросила удостоверение личности, она сказала, что у меня в данный момент нет. И потом сказала, что со мной внук есть. Отсутствие документов и оплата в тройном размере вызвали подозрения у женщины. Поэтому, как бы не было заманчиво это предложение, Айгуль отказалась. Но когда провожала несостоявшуюся клиентку до такси, увидела, что в машине ее ждал мужчина и ребенок. А еще услышала телефонный разговор похитительницы. В тот день бабушка, когда спустился вниз лифтом, она поговорила с кем-то, нас Петера. И то у мальчика нет документов. Как мы будем туда выехать с поездами? Этому разговору женщина значения не придала, хотя и насторожилась. А чуть позже к ней в дверь постучал тот самый пассажир такси и пригрозил. Ты нас не видел. Если кому-то скажешь, твою дочку тоже украду, буду украдать. И я сейчас испугаюсь, потому что почему не испугаюсь? А вдруг они здесь приходят? Лишь на следующий день Айгуль догадалась, кто ребенок, сидевший в такси. Увидев в социальной сети фотографию пропавшего Мухаммеда Камшебека, женщина поняла, кто ее несостоявшаяся клиентка. Она сообщила обо всем в полицию. Ей взамен пообещали охрану на время следствия, но этого сделано не было. Полицейские сообщили, что задержали двух подозреваемых, и теперь она может быть спокойна. Однако женщина уверена, что стала случайной свидетельницей сделки торговцев детьми, и пойманы не все члены этой банды.